Приветствую ютуберсов, которые получают контент с небольшим опозданием. Это у нас, соответственно, сейчас вечер пятницы, а ютуберсы получат это утром в воскресенье, но я вас все равно ценю, люблю и приветствую. Рад видеть вас в добром здравии. Надеюсь, ваше психическое здоровье не пошатнулось, и вы все так же вкушаете контент по локомотиву, как и прежде. У нас на повестке дня несколько тем. Это подписание Нинах... Нет, подписание Наиры Текнезяна, не подписание игроков в центр поля после ухода Криховика, который состоялся на этой неделе. Матч локомотив Уфа, который закончился со счетом 1-1. Немножко по молодежи и всяким молодежным темам. Мне хочется сказать пару слов, в том числе о том, что я сегодня увидел с трибуны. И, ну, все, что вам в голову возбредет в плане вопросов-ответов, это у нас, как обычно, безусловно, без этого тоже не обойдется. Так что давайте я глотну сейчас чайку горяченького, тепленького, приятного, и начнем по порядку. На матч ЦСКА локомотив уходит без Криховика. Становится понятно то, что Криховик из локомотива уходит. Нам это прозрачно намекают. И вскоре Криховик подписывает официальный контракт со Краснодаром. Все, переворачиваем эту страницу в жизни. Локомотив, которому и без этого нужен был центральный полузащитник-восьмерка. Об этом Николич говорил с первых дней предсезонных сборов. Теперь нам нужна восьмерка и нужен человек, который заменит Криховика. То есть, по сути, две восьмерки уже нужны. С одной будет тяжеловато. Что делает руководство локомотива? Руководство локомотива берет и подписывает Наира Тикнизяна. По этому поводу сломано огромное количество копий. Наир Тикнизян не основной игрок ЦСКА. Он в прошлом сезоне выходил несколько раз в основе, но твердым игроком основы называть его преждевременно. И в этом сезоне тоже он только раз против локомотива вышел на замену. И в том, в общем-то, не то, чтобы слишком успешно сыграл против нас. Именно из-под него был забит гол Суглового, который забил Федор Смолов. И в целом одним из лучших игроков в нашем матче стал Саша Сельянов. Что говорит о том, что с своими обязанностями левый защитник ЦСКА, ЦСКА, коим был Наир Тикнизян, наверное, все-таки не справился. Потому что и в атаке Сельянов преуспел. Был у него хороший удар, например, поворотом. А Кенфеева такой с острого угла, но вполне могло и залететь. И в обороне Сельянов со своими задачами справился. Значит, Тикнизян особенно сильно заметен не был. Я делал для бусти нарезку действий Наира Тикнизяна. И туда попало много действий из матчей с Локомотивом. В целом, в целом он не провалился. Но и сказать, что он сколько-нибудь ярок был, тоже не могу. Одна из главных вещей, по которым спорят, когда говорят о Наире Тикнизяне, это стоимость, за которую Наир был куплен. Называют от 2 миллионов плюс бонусы, 2,5 миллиона, на которых настаивает Игер Робинер, рупор клуба в данные дни, по крайней мере. 3 миллиона, которые пишет Спортэкспресс. И 5 миллионов, которые пишет Карп, Нобеля Рустамян. И вроде все, но вот это самые крупные телеграм-каналы, на которые можно ссылаться. В общем и целом, цена такая для человека, который толком не может называться основным футболистом клуба российской премьер-лиги, выглядит завышенной. Однако, надо всегда понимать, что с россиянами внутри российской лиги всегда будут действовать особые цены. Вот, например, Денис Макаров, который проводит в 22 года свой один более-менее неплохой сезон. Я буду настаивать, что хорошим этот сезон в Рубине назвать для Макарова достаточно тяжело, но более-менее хороший сезон можно назвать. И он уходит за 10 миллионов евро. Ну вот такие вот ценники в России, и живем в этой реальности. Нужен ли локомотиву левый защитник? На мой взгляд, однозначно нужен левый защитник. Есть Мац и Рыбус. Мац и Рыбус прекрасный. Сегодня достаточно хороший матч провел. У него есть достаточно яркие минусы. Это совершенно сейчас не острая игра в атаке. Возможно, во многом она не острая, потому что у нас и нападающие такие не очень острые. Сегодня несколько навесов было, в том числе от Рыбуся достаточно хороших. Но ты смотришь, на кого он навешивает, и понимаешь, что это довольно странная затея. Вот он навешивает, а там Федор Смолов прыгает за мячом. Навешивает, а там просто один Камано стоит. И ты думаешь, ну и зачем это было нужно? В общем, хочется какой-то яркой игры в атаке от наших крайних защитников, но вместе с тем понимаешь, что... Вот, например, Рыбчинский прорвался по флангу, отдал пас на Камано, Камано отдал пас назад на Рифата Жамаледдинова. Рифат Жамаледдинов с левой ноги пробил абы куда. Ну, бывает. И вот так вот очень часто у нас случается, к огромнейшему моему сожалению. Тем не менее, ну, не может Рыбчинск все матчи уже который год проводить от звонка до звонка. Ему нужен сменщик, ему нужен отдых. В некоторых матчах нужен футболист, который в меньшей степени будет заниматься обороной, и в большей степени будет заниматься атакой. И Наир Тикнезян вполне подходит под это описание. Однако Наир довольно сырой футболист, которому нужно проделать достаточно большой путь для того, чтобы стать хорошим, качественным футболистом на позицию левого защитника. В ЦСКА последние годы прогрессировать молодым футболистам было тяжело. Там был Гончаренко, ну, нормальный тренер, да, мы сейчас видим, что особо он звезд с неба не хватает, но тренер нормальный. После чего пришел Олеч, после чего пришел Алексей Березуцкий. И говорить о прогрессе футболистов, о скилле футболистов с такими тренерами, наверное, не приходится. Поэтому я вполне допускаю, что Наир Тикнезян, который понравился Марку Николичу в первую очередь, Ральфу Рангнику во вторую очередь, имеет определенный потенциал, и Николич сможет его раскрыть. Дай бог. Как он это делал с другими футболистами? Ну, в частности, играет у нас тот же Саша Сельянов, уже сыграл и против Спартака, и против ЦСКА. В каждом из матчей был достаточно хорош, чтобы играть в основе нашего клуба. Так что думаю, что и у Наира Тикнезяна, в принципе, все от него зависит, и есть все необходимые условия для того, чтобы заиграть в Локомотиве. Сможет или не сможет, ну, давайте посмотрим, будем немножко снисходительно к нему. Проблема, главная, наверное, проблема в том, что после того, как ушел Криховик, у нас не осталось качественных центральных полузащитников. У нас есть Дмитрий Баринов, это человек, который в большей степени про то, чтобы биться, бороться, бросаться в подкаты, выгрызать землю. У нас есть Даня Куликов, про которого в матче с ЦСКА я сказал, что он провел хорошие матчи, ему нужно поставить такие на поток, плюс выдавать яркие. А ярких у него, честно говоря, мне просто не вспоминается ни одной яркой игры Дани Куликова. Вот матч с ЦСКА был хорошим, но вот ему нужно, чтобы там из 10 матчей 8 были хорошими. Да, или там 6 были хорошими, 2 яркими, ну и 2 такими средними. Тогда Куликов будет считаться для меня лично хорошим центральным полузащитником, который может играть в нашей команде и приносить пользу. К сожалению, сейчас Куликов остается единственным центральным полузащитником, просто единственным центральным полузащитником, который может связывать оборону и атаку. Он может играть как в отборе, достаточно неплохой отбор, так и в атаке, достаточно неплохой пас, видение поля и так далее. Но нестабильность игры Куликова, она была в прошлом году, она есть и в этом году, она есть и сейчас. Вот мы видим, что с ЦСКА он играет хорошо, с ЦСКА он закрывает зоны, с ЦСКА он отдает передачи и помогает атаке. Но играем с Уфой и Куликов уже вообще не так ярок, не так хорош. Центр поля, даже когда мы были в равных составах, проваливался просто с регулярной частотой. А уж когда Баринова убрали из состава, то центр поля мы фактически просто отдали и особо борьбы там даже и не пытались навязывать. Это проблема, это проблема огромная для Локомотива. Все опции, которые у нас есть, кроме Баринова и Куликова, ну еще Макеев, да, но Макеев у нас играл в обороне. И в целом хочется, чтобы Макеев продолжал играть именно в обороне, там его место, там он очень органично смотрится. Все остальные опции, это уже совсем-совсем компромисс, это можно поставить туда Диму Рыбчинского, это можно поставить туда Рефата Жамалединова, Антона Миранчука, не знаю, кого еще вам в голову придет. Но в любом случае это прям совсем-совсем компромиссы и точно сложно сказать с уверенностью, что эти игроки там не обосрутся. Есть еще молодые парни Сергей Бабкин и Макс Петров, но тоже мы знаем, что Николич небольшой поклонник выпускать в старте молодых необстрелянных юнцов. Сначала он их несколько раз попробует, и когда только убедится, что все, все точно совершенно с ними, все в порядке, вот тогда и будет уже включать их в состав. Но пока у нас еще есть варианты, кого выпускать в центр поля, поэтому ни Бабкина, ни Петрова, например, мы сегодня не увидели. К сожалению, я, например, надеялся на Макса Петрова в прошлый раз, когда нам нужно было дожимать тульский арсенал, но, правда, мы были в большинстве, он Максима Петрова готовил. Сегодня мы были в меньшинстве, и, наверное, все-таки ничья Николича в таком матче устраивала. Он никого не стал выпускать и выпустил других ребят, но об этом мы чуть позже поговорим. В центре поля у нас беда. Спасибо большое за фоллоу, спасибо огромное. В центре поля у нас беда. Сейчас, после того, как Баринов получил свою красную карточку и ее уже не отменить, просто банально понимаешь, что на Зенит у нас не осталось центральных полузащитников. Если выходить должны Макеев, Куликов, ну а кто еще, если не Макеев, Куликов? Да, других просто нету. То, ну вот, даже опции замены адекватной у нас просто не получается. И это очень грустно, это очень странно. Надеюсь, надеюсь, что все-таки, все-таки центрального полузащитника Николича подвезут, и это будет не формат Тина Едвая, который не тренировался перед переходом в Локомотив и только-только набирает сейчас свою физическую форму, а будет кто-то, кто готов помочь здесь и сейчас. Как, например, Джегош Криховик, когда его покупали в свое время, через два дня уже играл в стартовом составе против Спортака. А вот сейчас Локомотиву нужно что-то вроде этого. Но есть ощущение, что на покупку таких футболистов Локомотив сейчас не способен. Надеюсь, что меня разубедят, надеюсь, что Локомотив что-то готовит, но очень уж долго, очень долго. Должны были новички подъехать в том числе в центр поля к началу июля. У нас уже сыграно три тура в российской премьер-лиге. Новичков все еще нету, таких, которые дадут качество этой команде. У нас есть новичок Тин Едвай, у нас есть новичок Максим Нинахов, есть Зинович, который совсем пропал с радаров. Но ни одного новичка, который даст качество Локомотиву здесь и сейчас, а это качество очень нужно. Учитывая, что сколько игроков Локомотив покинуло в этом межсезонье, учитывая, что и в общем-то по весне мы хоть всех обыгрывали, но точно не были на голову сильнее тех, кого мы обыгрывали. Качество Локомотиву очень нужно, но мы пока только ослабляем и из последних сил держимся в чемпионате. Из последних сил также держится и мое горло. Новичков нету и Локомотив выходит на матч с Уфой еще и без Мурила. Пишет об этом пресс-служба, за что ей большое спасибо и респект. Да, потому что если бы сейчас Мурила не было в составе, тут же бы пошли бы кривотолки, что вот еще и Мурила готовят к продаже. Нет, Мурила получил ушиб в матче с ЦСКА и, соответственно, проходят медицинские процедуры. Решили не выпускать его на синтетику уфимскую. В принципе, довольно логично. Но, однако, оказалось то, что без Мурила у нас и выгрызать матчи некому. Потому что с Мурила началось возрождение Локомотива в матче с Арсеналом. Он выиграл вверх, и там Крыховик достал мяч. С Мурила началось возрождение в матче с ЦСКА, а он выиграл вверх и Смолов добил. А в матче с Уфой уже возрождение было начинать некому. Ну, слава богу, Лисакович забил. Место Мурила занял Пабло. В остальном мы увидели абсолютно тот же самый состав, что и на матч с ЦСКА. Только, к сожалению, играли мы совсем в другом стиле. И Уфа подстроилась под нас. И мы играли гораздо менее интенсивно. И в итоге оба тайма у Локомотива не получились. В первом тайме мы играли абсолютно в равных составах. Начали довольно бодро. Начали с того, что едва не забил Рефат Джамалиддинов. Но левая нога Рефата не так хороша, как правая нога Рефата. И после этого ворота Белинова мы практически не беспокоили. Уфа достаточно легко перехватила инициативу. Стала заходить в нашу штрафную. И в одном из эпизодов заработал Морзляк пенальти. По пенальти можно спорить, можно просто принять, что такие эпизоды в принципе могут трактоваться как нарушение со стороны Баринова. Он действительно наступил на ногу Морзляку. Если не считать, что они сыграли в мяч одновременно, а по вот этим вот повторам видно то, что там на кадр раньше Морзляк играет в мяч, он попадает в ногу Баринова. Да, то есть это вот нужно обязательно хотеть увидеть то, что Морзляк сыграл первым. То это штрафной, да, так как это внутри штрафной площади, то это пенальти. И так как это наступание шипами сверху на стопу, то это желтая карточка. Для Баринова это вторая желтая карточка. Не хочу ничего говорить про судью, об этом уже сказал Марко Николевич. Действительно в трех матчах подряд против Локомотива принимаются не самые стопроцентные решения, результативные, которые влияют на исход матча. Про штрафной, из которого забил нам ЦСКА в эфире программы 8.16 высказался Алексей Николаев. Он сказал, что он просто не понимает, что заставило судью принять такое решение. По голу, который забил Криховик в матче с Арсеналом тоже, я так понимаю, что была признана ошибка судейская, что нельзя было свистеть до момента, когда Вар будет проверять. И Вар никакого апсайда там не обнаружил. Ну и вот в этом матче, скорее всего, судью поддержат, потому что есть за что назначать пенальти. Ну да, пенальти и есть за что показывать желтую карточку. Но я подозреваю, что во многих матчах такой пенальти не будут давать и Вар его не будет рассматривать. Кроме того, есть вопросы по эпизодам внутри штрафной Уфы. Как минимум два раза мяч попадал в руки. Игра Камуфы и как минимум эти эпизоды хотелось бы посмотреть с нормальных... А, ну и Баринов падал. Как минимум эти эпизоды хотелось бы посмотреть с нормальных камер, потому что то, что было показано с общей камерой, ну там хрен что разберешь. Но этого не показывали, трансляция была отвратительная, комментатор был ужасающим. Просто худший, наверное, комментатор, который я когда-либо слышал на матч-премьере. Но, видимо, есть политика, которая отбирает региональных комментаторов для таких вот матчей. Но это было отвратительно. Это было ужасно. И скудная речь, и неинтересный репортаж, и откровенное боление. Хотя вы знаете то, что я, в общем-то, нормально отношусь к болению комментаторов, если они адекватны. Вот, например, Борис Аболин, которого вспоминали, который работает на матчах Урала, меня абсолютно не парит. Ну, то есть нормальный, качественный мужик, которого практически всегда интересно послушать, потому что он может рассказать что-то про Екатеринбургский футбол. Вот про Уфимский футбол я не узнал ничего, но вот это вот постоянное боление, подтапливание и резкие оценки в игровых эпизодах в пользу Уфы, они проскакивали очень ярко, постоянно. И, ну, слушать это было просто неприятно. Вообще, ну, сильно неприятно. В локомотиве по первому тайму в основном радовали два Рыбы, Рыбус и Рыбчинский. Левый фланг более-менее работал, Рыбчинский нормально входил в штрафную, но не мог выдать передачи. Рыбус просто качественно отыгрывал свои моменты и тоже, ну, тоже, в общем-то, не косячил. Во втором тайме выходит новичок локомотива Тин Е2, команда перестраивается, команда перестраивалась много раз, наверное, я еще об этом какой-нибудь постик запилю, потому что я смотрел этот матч второй тайм на экране телефона и было не так просто разобраться, кто куда уходит. Но я так понимаю, что Тин Е2 играл строго в центре, направо сначала ушел Рыбчинский, Макеев перешел в центр поля и мы играли что-то в подобие 4-2-3 долгое время. Потом вышли Зелуиш Живоглядов и мы еще каким-то образом поменяли схему и, по-моему, Рыбчинский перешел уже центральным полузащитником играть. Но, понятное дело, что схемы в ситуации, когда у тебя на один игрок меньше, на одного игрока меньше, они уже вообще не особо роляют. В итоге тот же Стас Макеев во втором тайме был вынужден покрывать сразу несколько позиций. Он и на фланге работал, он и защитником работал, он и опорником работал и сделал, наверное, самую опасную передачу за оба тайма на голову Федору Смолову. Однако вопрос, на кого навешивают наши футболисты, он, в общем-то, остается ровно таким же, каким и был все это время. Федор Смолов не умеет играть головой, Камано не умеет играть над головой, а это два наших нападающих. Зато, когда вышел Зелуиш, сколько навесов с фланга мы сделали? Ни одного. Естественно, как обычно это и бывает. У нас раньше выходил Эдер, и мы не делали ни одного навеса с фланга, теперь у нас выходит Зелуиш, и мы не делаем ни одного навеса с фланга. Тин Едвай, на мой взгляд, вышел достаточно неплохо. Это, конечно, далеко от хорошего уровня, и надо понимать, что это была борьба против футболистов Уфы, да, при всем уважении к Галарову и Кротову. Тин Едвай обязан их сжирать, и он этого не делал. Однако мне понравился стиль игры Едвая. Мне кажется, что в целом, в целом, ну, он не затеряется в нашей лиге. Он старается делать, отбирать мячи, играя на опережение, да, быть первым на Уфимском газоне ему это оказалось тяжеловато, но в нескольких эпизодах он успешно сыграл на опережение, и это помогло Локомотиву быстро начинать свои собственные атаки. В борьбе пока не очень хорош, но посмотрим, что будем дальше. Надо понимать, что человек всего, там, не знаю, две недели тренируется. До этого у него был месяц отпуска. Плюс Уфимский газон, который мешал играть всем нашим футболистам, даже более-менее привычным к искусственному газону. Там Сильянов падал, Макеев падал, Куликов падал. Не мудрено, что и у Едвая в его стиле, где нужно резко оттолкнуться, резко сыграть на опережение, не все получалось. Он неплохо старался начинать атаки и постоянно находил наших игроков между линиями, но, опять же, взаимодействие с партнерами пока не идеально. Пока сами партнеры не особо понимают, в какой момент им нужно выдергиваться для того, чтобы получать мячи. Ну и иногда, что говорить, техническое мастерство подводило наших футболистов. Там Зелуиш, который не мог принять мяч, или Смолов, или Камано. Ну, такое частенько бывало. В целом, в целом, дебют Едва я оценю достаточно положительно. Ну, что говорить, собственно, при нем не пропустили. Причем, несколько раз именно он спасал, чтобы мы не пропустили. Второй человек, которого хочется отметить с выхода на замену, это Зелуиш. И его хочется отметить в отрицательную сторону, потому что, ну вот, именно против Уфы казалось то, что Зелуиш должен показать весь свой класс, весь свой высокий качественный уровень. Но вместо этого мы увидели абсолютно разобранного футболиста, который не может зацепиться за мяч, который не может пробежать несколько метров, чтобы не потерять мяч. Человека, который не может отдать развивающую передачу. В итоге, за 20 минут, которые ему были выданы, Зелуиш сделал одну хорошую передачу на 90 плюс минуте на живоглядово, зацепился за мяч, скинул на живого. И живой, по своей любимой традиции, отправил мяч на дальний угол штрафной, где никого не было. На фоне этого прекрасно в очередной раз вышел на замену Лисакович. Помните, что с тульским арсеналом именно он заработал красную карточку для Сокола, с чего началось возрождение. В этом матче он забил хороший породистый гол, у него есть удар. И много раз мы поднимали эту тему, что против Белинова нужно бить, 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 и он будет пропускать эти мячи. Мы совершенно не били поворотом. Один удар Куликова Белинов все-таки вытащил. Со вторым ударом Лисаковича Белинов не справился, но нужно было продолжать это делать. Но мы так и не смогли сделать еще одну такую же атаку, к огромному моему сожалению. В целом, в целом, вы не знаете, ничья с Уфой это абсолютно рабочий вариант. Учитывая, что у нас в трех матчах 7 очков, это нормально. Мы сыграли один матч дома, два матча на выезде и набрали 7 очков. Хороший, рабочий, качественный результат. Проблема, наверное, будет заключаться в том, что дальше у нас достаточно серьезный марафон игр, которые пройдут за небольшой срок. Сейчас мы играем с «Зенитом». 15 августа. Ну, правда, от 6 до 15 у нас 9 дней. Это много и хорошо. После этого «Краснодар». Добро пожаловать к «Жегуш» домой. После этого «Динамо», который сейчас стоит на 28 августа, перенесут на 26. Да, то есть там 4 дня будет пропуска. И вот в этих трех матчах, правда, московских матчей, да, без перелетов с «Зенитом» и «Краснодаром» дома. Играем с «Динамо» на выезде, но это тоже московская команда. В этих трех матчах нам тоже нужно набирать как минимум 7 очков. И это уже будет гораздо-гораздо тяжелее, чем в матчах с «Арсеналом», «ЦСКА» и «Уфой». Если сможем, ну, значит, ладно, ничего страшного. Если мы сейчас проигрываем «Зениту», там, не знаю, играем в «Нищу» с «Краснодаром», обыгрываем «Динамо», набираем 4 очка в трех матчах, то вот эта вот потеря очков с «Уфой» будет очень и очень болезненно и неприятно. Локомотиву очень нужно усиление. Я буду продолжать настаивать, что у нас катастрофа в нападении, что у нас есть только один более-менее качественный игрок. Это Лисакович, который может выйти с... Именно вот как завершитель, который может выйти со скамейки и, ну, заколачивать голы. Да, у него не всегда хорошо с эффективностью, но он бьет, он попадает. И в целом я верю, что Лисакович может быть хорошим запасным нападающим. Я практически не верю в то, что Камано будет большой, хорошей, качественной силой для российской премьер-лиги и Лиги Европы для борьбы за золото. Я верю Федора Смолова в плане помощника для других. И сегодня он, в общем-то, не провалил этот матч, да. Опять же, могу только, ну, хорошие слова сказать о Федоре Смолове. Но это не тот человек, который будет забивать для нас много решающих голов. Ну, Зе Луиш, вот сегодня я в очередной раз в нем разочаровался. Нам нужен человек, который будет забивать голы. Забивать, забивать, забивать. Джефферсон Фарфан 2021 года нам очень нужен. Ну, и у нас просто не осталось футболистов в центр поля. Трансферы нужны здесь и сейчас. Нужны были неделю назад, две недели назад, три недели назад. Но сейчас уже просто не хватает футболистов. Так что сейчас шаг за Плутником, за Леонченко, за Томасом Цорном. Если они до Зенита никого не привозят, то это уже, выражаясь словами Мурилла, катастрофка. Посмотрим, посмотрим, как будет. Фух. Господи, как же тяжело разговаривать много. И как же неприятно, когда в чае плавают кошачьи волосы. Нет, почему? Я их вытащил. Так, всем привет, товарищи. Не забудьте выложить на YouTube потом. Конечно, ютуберские без этого стрима не останутся. Как же без вас? Вы мои любимые видеозрители. Подождите чуть-чуть, августа осталось всего 24 дня, 25 дней. И вполне вероятен после этого возвращение мое триумфальное на YouTube уже в плане прямых трансляций. Всем привет, нормально под Сидор слушаем. Где вебка? Живой нормалды, пойду за пивом. Тяжелая Уфа, неуступчивая. Уфа хорошая команда, да? Когда говорят о том, что у нее ноль очков и она явный аутсайдер, но она с ЦСКА не должна была проигрывать. С ЦСКА она два своих момента создала, не смогла их реализовать. Там не назначали пенальти ворота Уфы, ворота ЦСКА. Поэтому им не удалось забить. У Уфы не получается забивать голы. У нее не получалось забивать голы и в нашем матче с ними, да, когда мяч просто скачет по линии нашей ворот. И Агаларов не может попасть по мячу, чтобы 30 сантиметров мяч пересек и был засчитан гол. Вот у них есть огромные проблемы с тем, чтобы забивать голы, но им повезло, назначили в их пользу пенальти. Точно то же самое было с ЦСКА, только вот пенальти им там не назначили. Но моментов у них было два просто мега шикарных. Вот на уровне тех, что сегодня Уфа не забивала в наши ворота. С Динамо они два забили, они проиграли, ну, только по собственной дурости, поверив в то, что они уже спасли этот матч. Они играли в меньшинстве, они спасли этот матч, причем меньшинство... Ну, во-первых, они привезли себе два пенальти, да. Чел просто два пенальти в свои ворота привез на ровном месте. У нас они почему-то пенальти не привозили, а те, что привозили, судья решил не назначать. В матче с Динамо два, ну, не самых, наверное, очевидных пенальти назначили. И после этого они сравняли счет, сделали 2-2 и уже поверили в то, что все, матч закончился, а там бац, и Динамо забило третий. Так что матчи были, ну, очень близкие для ничьей у Уфы, но не складывалось. Вот в матче с нами все сложилось. Плюс у нас, не сказать, что мы на голову сильнее были Арсенала и ЦСКА. ЦСКА мы были сильнее на голову. 70 минут после этого ЦСКА нам устроил достаточно большую в избучку, а Арсенал нас переигрывал 80 минут, после чего мы забили три гола. Так что, ну, вот, звезды сошлись. Матч не смотрел, интересно послушать. Весь фон футбольный забрал Попов Салихова. Ну, ничего не могу сказать про фон Попов Салихова. Это спартаковские разборки. Хорошо, что Спартак существует. Как известно, как я когда-то лет, наверное, 9 назад написал в Твиттере, что бог создал Спартак, чтобы болельщики локомотива не расстраивались больше двух суток. Слава богу, что существует Спартак, что там непрекращающийся цирк, шапито. И когда мы говорим о том, что у нас в руководстве проблемы, всегда можно повернуть голову налево и посмотреть на то, что происходит в Спартаке. И порадоваться, что в целом-то оказывается, наверное, не все так и плохо. Дерунетов написал, что матч молодежки Сочи был самым худшим, что он видел в жизни. Очень медленный футбол, очень такой академичный. Я думаю, что очень сильно повлиял дождь. Из-за этого футболистам было очень непросто показывать свою технику. Для наших футболистов это очень важно. Быстрый футбол и техничный футбол. Пришлось показывать академичность, чуть более замедленный футбол. Ну а Сочи обученная команда, которая в итоге заковыряла свой гол с углового. Да, это было скучно, это было неинтересно, согласен. Два матча на трибуне посмотрели. Матч Казанки с Шинником. Вот Казанка с Шинником, это было просто отвратительно. Там две команды не хотели играть в футбол. Здесь обе команды хотели играть в футбол, но у них не очень получалось. Они, ну, такие очень предсказуемы друг для друга были. Что насчет трансферов? Думаю, что работы ведутся в этом направлении. Делаем скидку на то, что только недавно приступили к работе наши немцы, которых объявили недавно. А то на самом деле все плачевно. Ну, трансферы ждем. Селекционный отдел объявили. Мекель и... Все время забываю, как зовут этого Маттелса Вандервильда. Вандервилли Вайла. Ну, что-то такое. Ждем, ждем, когда что-то будет качественное, интересное. Пока все... Боюсь, как бы нам не пришлось думать, что, ну, ладно, перетерпим эти полгода, а вот уж зимой-то, вот зимой-то начнется работа. Вот очень бы не хотелось такого. У тебя нет ощущения, что ЦСКА, продавте Кнезяна, нам сначала переподписать, но просто одна с ноги вытер, точнее копыта, если еще Мухина за копейки вспомнить? Нет, нет ощущения, в чем одна с ноги вытерли. Это довольно странная позиция, потому что, ну, вот только что мы все плакали о том, что вот у нас Антон Миранчук может уйти в ЦСКА, и типа, ну, как же так, вот у нас забирают нашего воспитанника, вот мы ничего не можем с этим поделать, вот мы какие-то доноры. А когда мы забираем воспитанника ЦСКА, то это ЦСКА об нас ноги вытер. Я не очень понимаю такую стратегию и такие высказывания. Вопрос, кому что нужно? Нам нужен был левый защитник. Мы видим в Текнезяне предпосылки для того, чтобы он стал хорошим защитником для первой команды, может быть, для сборной и так далее. Да, то есть мы видим предпосылки и то, что Николич может это развить. Мы забираем у них их игрока, и Анас, оказывается, вытирает ноги. Ну, это странно, да. А то, что контракт переподписали, для меня вообще большая загадка. Почему-то вдруг, ну, в принципе, наверное, я понимаю, откуда растут ноги, но у огромного количества людей вдруг появилось заблуждение, что у Текнезяна заканчивался контракт с ЦСКА. Это абсолютный бред. Текнезян подписал контракт на 5 лет в конце 2020 года, где-то в сентябре-октябре. И у него был контракт до 2025 года. Он мог перейти к нам, но его хотел оставить у себя Ивица Олеч, потому что он тоже человек европейского типа и видел в Текнезяне определенные надежды на то, что он вырастет в хорошего футболиста. После этого появился Локомотив, и с Текнезяном улучшили немножко условия и продлили еще на один год. То есть теперь у него был контракт до 2026 года. Продление, ну, фактически там на год получилось. Никак не заканчивающийся контракт. Никак не то, что может серьезным образом повлиять на стоимость футболиста. И поэтому сейчас, когда говорят о том, что ЦСКА продлил контракт и поэтому стоимость возросла в два раза, я этого вообще не понимаю. То есть его торговали за 2-2,5 миллиона евро, он стал не нужен тренеру, и почему-то вдруг стоимость выросла в два раза. Я не готов в такие сказки верить. Ну, то есть он стоил 2,5, он и стоит 2,5. Ну, может быть, чуть бонусов насыпали и 3 миллиона, да, чтобы ЦСКА согласился. Это нормальная, адекватная цена для игрока молодежной сборной России. В чем здесь вытирание ног? Не понимаю. Есть мысли по связке опорников на Зенит. Макеев, Куликов. Ну, есть мысли, что это единственные два центральных полузащитника, которые у нас остались с опытом игры в российской премьер-лиге. И тогда у нас будет линия обороны либо Мурила-Пабло, либо Мурила-Едвай, либо Едвай-Пабло, если Мурила не поправится. И ни одна из этих пар мне не нравится. Едвай, потому что он не сыгран и проигрывает борьбу, и не умеет вести борьбу в воздухе. А против Зенита это очень важно, потому что... Там есть Дзюба, и стиль игры направлен на то, чтобы верхом грузить на Дзюбу. А Мурила-Пабло мне просто не нравится связка двух этих центральных защитников, потому что они играют в абсолютно разнобой, и так и не смогли найти общий язык. Ну, собственно, матч за Суперкубок это в очередной раз продемонстрировал. Антон Миранчук разве в центре не сыграет? Антон Миранчук не может сыграть даже 20 минут на более-менее нормальном уровне. Что говорить про 90 минут против Зенита на позиции центрального полузащитника, которая, в общем-то, ему не близка? Нет. Искусственный газон сказался, замечал, что мяч как от стенки отлетал от игроков. Искусственный газон всегда сказывается, особенно когда ты переходишь с естественного газона на искусственный. На искусственном газоне мяч летит по-другому, ноги чувствуют себя по-другому, стартуешь ты по-другому, и это очень сильные изменения. То есть Уфа приобретает на своем домашнем поле достаточно большое преимущество перед другими командами. Но, в главном образом, да, мне сегодня бросились в глаза проскальзывания наших футболистов и падения. Постоянные. На позиции восьмерки может играть Миранчук, Мурила и Макеев. Ну, Мурила, наверное, совсем нет. Мы его даже ни разу не видели на этой позиции. Макеев, наверное, может, и мы сегодня его увидели, как он играет именно вот центрального полузащитника. И там в молодежке, в казанке он, конечно, этим занимался. Миранчука мы видели в товарищеских матчах, и это было плохо. Это было очень плохо. Против Зенитов все в РПЛ обосрутся Вендел Бариус. Ну, Вендела я не очень высоко котирую. Бариус, конечно, крутой, безусловно. Ну, да, у нас все с этим просто плохо. Давно ли начался эфир? Ну, на данный момент содержательная его часть идет примерно 40 минут. Зенит еще Клаудиньо купил. Ну, то, что купил Клаудиньо, он вряд ли успеет приехать, и вряд ли он станет сразу в старт против Локомотива, хотя 9 дней это довольно много. А он же еще и продал Азмуна. А Азмун для Зенита сейчас значит довольно много, потому что Дзюба не в форме, и забивает там в основном Азмун и Ерохин. Остается будет найти управу на Ерохина, и тогда более-менее выдержим. Думаю, пенка и удаление правильные. У меня вопросов никаких не было. Я, еще раз, да, я понимаю, почему судья назначил этот пенальти. Я думаю, что придраться к этому пенальти будет невозможно, да, судью вряд ли за такое отстранят. Но при этом я, блин, как сказать. Я уверен, что на чемпионате Европы этот пенальти бы не свистели. Это не была явная ошибка арбитра. Два игрока идут на мяч одновременно. Один чуть-чуть опаздывает, но тоже играет в мяч, да, то есть один с одной стороны бьет по мячу и попадает там на долю секунды раньше, чем второй, который бьет по мячу, и дальше его нога уходит и наступает на ногу соперника. Я уверен, что многие судьи этот пенальти бы не стали назначать. Здесь его искали под микроскопом. А вар, как известно, не для того, чтобы эпизоды искать под микроскопом. Вар для очевидных судейских ошибок. Ну, назначили и назначили. Вот в данном случае у меня по поводу судьи нету никакого, какого-то такого вот прям вот негатива, что ты делаешь. Вот как на Матюнина я орал весь матч ЦСКА, что человек просто неадекватен и делает какую-то хрень, причем в обе стороны. Здесь, ну, просто какое-то такое вот, как мне правильно написали на... когда я транслировал матч молодежке, что это просто решение против духа игры. За фол на углу штрафной очень мелкий фол, не грубый фол, фол, который был, ну, вот просто доля секунды опоздания. Ломается весь матч, назначается пенальти, фактически гол, и удаляется футболист. Это против духа игры. Ну, так случилось, ничего страшного. Для того у нас и чемпионат, чтобы в некоторых матчах случалась какая-то фигня. А в других матчах, значит, должно повезти. Вот, например, с тульским арсеналом. Вполне допускаю, что какой-нибудь судья бы назначил фол на Антоне Миранчуке, да, когда сначала Антон Миранчук ввел единоборство, после этого мяч забрал, отдал Лисаковичу, Лисакович получил по ногам и заработал красную карточку для соперника. Вполне допускаю, что есть судьи, которые бы дали фол на Антоне Миранчуке, и, соответственно, не было бы красной карточки для Сокола. Ну, бывает, бывает. Ничего страшного. Ничего страшного. Пенальти даже если был какой-то дешевый. На углу штрафной никакой опасности еще и желтая или Баринов подвел. Баринов подвел своей заряженностью на борьбу. Ни первая желтая, ни вторая желтая не были нисколько вообще оправданными. Ну, заработал, заработал. Но это Баро. Если бы Баро не был таким, то, наверное, мы бы его любили чуть меньше, чем... Любим его на самом деле. Я говорю, вот к этому эпизоду я бы вообще не привязывался. Ну, да, бывает такое, что в твои ворота ставят пенальти. Да, бывает такое, что ты остаешься в меньшинстве. Уфа тоже оставалась в меньшинстве, но она забила Динамо два гола. Ой, прошу прощения. Опять возвращается проблема с голосом. Но на этот раз я не прервусь. Я доведу стрим до конца. Чего бы мне это ни стоило. О чем я? О чем я? А, ну у нас был целый тайм для того, чтобы играть. У нас игроки явно лучше, чем уфы. Я дождался гола Луисаковича. Играйте, забивайте, показывайте, что вы умеете. Вы и в равных составах-то не очень много показывали. Так что списывать все на это нарушение, на этот пенальти, ну, я бы точно не стал. Показалось, что проблемы начались после того, как показали Федю, который держался за заднюю. Он с 30-й минуты играл максимально пассивно, практически не делая рывков, не прессинговал. Хотя до этого момента именно через него выходили в контратаку несколько раз. Есть определенный такой момент, что Смола взбавил в своей интенсивности. Там донаты были? Нет, не слышал ни одного. Может быть, это я кашлял? Какой донат? Еще проверю. Донаты, говорят, были. Неужели у меня звук отключен? Я не слышу самого важного. Я дождался Лисаковича, WildLis88. Спасибо большое за 100 рублей, спасибо огромное. Но где же мой звук доната, действительно. Дождались, да, Лис отличный удар сделал. Так вот, да, сейчас от Федора зависит очень много. И два предыдущих матча он провел на очень хорошем уровне. И в том числе, благодаря этому у нас было хорошо, достаточно хорошо в атаке. Этот матч он провел неплохо, но хорошо все-таки не дотянул, но провел его неплохо, по крайней мере, тот отрезок, что был ему отведен. Но это с определенной минуты еще и перестал бегать из-за какого-то повреждения. Да, увы, увы, было так, согласен. За фолл штрафной всегда ЖК дает? Скажись так, нет, вообще не всегда. Если это фолл на углу штрафной, и это не грубый фолл, это, ну, просто фолл и фолл. Есть конкретные формулировки, за что даются желтые карточки. Это либо за срыв перспективной атаки, но это должно быть, должна быть угроза воротам, да. То есть человек, может быть, наносил удар, или мог бы нанести опасный удар с этой позиции, или двигался в сторону центра, в сторону вот такого вот, какой-то маневр закладывал. Либо это грубая игра, либо, ну, там, неспортивное поведение, когда там за футболку тянут, или наступают шипами сверху, или вот там локтем бьют. Тогда дается за это желтая карточка. Если же это просто, не знаю, какой-нибудь фолл на углу штрафной, откуда нету непосредственной опасности, ну, это ничего. Не желтая карточка, просто нарушение. Еще обидно, что Камилову не дали две карточки в первый раз, пожалели, а Бару не пожалели, и с радостью удалил. Да, можно было Камилову, наверное, поактивнее поиграть против Камилова, потому что в первые 15 минут он три раза сфалил. За один из этих фолов дали желтую карточку, за два других желтую карточку не дали, но это было близко к ней. Можно было бы попробовать еще разок, вот именно через Камилова как-то поиграть, чтобы он прям удалился. У меня есть чайчик? Это горячий чайчик. Так у меня теплый. А это горячий чайчик. И как его пить? Спасибо большое, но не нужно было. Мне просто паузу нужно взять небольшую. Спасибо. Показал, что Локомотив сегодня на победу наиграл. Нет, нет, на победу Локомотив сегодня не наиграл, по моим ощущениям. Ничья абсолютно адекватный результат, даже, наверное, чуть с небольшим преимуществом Уфы. Не знаю, какой там... XG. Давайте глянем. Но, по ощущениям, чуть впереди должна была быть Уфа, но в целом матч был равный, и ничья – это правильный результат. По XG 1.46 против 0.45, но это пенальти. Пенальти, который оценивается очень дорого. Был удар на 0.14, был удар 0.6, 0.7, 0.11, даже какой-то удар Камида Агаларова. Даже не Кротова. А, 0.11 – это Кротова. Ну, так, нормально. У нас удар Рефата на 0.12 оценивается. Открытый совершенно удар, когда с 10 метров по открытым воротам бьет. Это всего оказывается 0.12 XG. 0.8, 0.2, 0.6, ну, понятно. Согласен, Жичкин кусок. Это был не Жичкин, это был местный комментатор уфимский. Как думаешь, удаление все сломало? Я не могу сказать, что удаление все сломало, потому что у нас в первом тайме не было качественного футбола. Даже скорее, ну, во втором тайме Локомотив играл получше. Достойный старт чемпионата. 7 очков. По едвае очень интересно, что по статистике у него. Ну, у него всего 45 минут, в которые мы играли в меньшинстве, так что статистика будет не самой показательной. Ну, давайте посмотрим. Давайте, мы любим смотреть статистику. Сам ничего не смотрел, только приехал домой, сразу запустил стрим. Локомотив Уфа, 1-1. Видите, вы все там. Так, 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 так. По инстатиндексу Тин Е2 и занимает первое место с его 285 действиями. Довольно неплохо. Сыграл 50 минут, примерно вдвое меньше, чем трио следующих игроков. Один фолл был против него, 27 передач в итоге он сделал, 63% точности, но учитывая, что он постоянно пасовал именно вперед, не перекат между двумя защитниками туда-обратно, то 63% это в целом адекватно. 12 единоборств успел провести за свои 50 минут и 83% из них выиграл. 83% это отличный показатель успешности единоборств. У Мации Рыбуси 87, но количество 15 за 104 минуты, да, то есть можно определенные коррективы в это вносить. Макеев сделал 21 единоборство за 104 минуты с 57% успешности. Процент плохой, 21 это хорошо. В целом единоборств мало, да, то есть я ожидаю, что в матче, в котором 104 минуты сыграно, кто-то хотя бы 25, ну, барьера 25 единоборств преодолеет. У нас 21 у Макеева, 17 у Пабло, все остальные 15 и меньше. Ну, это плохо, это мало. Это очень низкая интенсивность игры со стороны нашей команды. Учитывая, опять же, что мы играли в меньшинстве и на ребят уложилась двойная нагрузка. 282 у Мации Рыбуси, 61 передача. И в целом, я так понимаю, да, что передач у нас было в этот раз очень мало. У Мации Рыбуси 61 и обычно там под сотню. В общем, матч не удался. Пабло 271, Макеев 271, Живоглядов 270, неожиданно тоже хорошая оценка. Ну, высокая точность передач. Две ключевых передачи попробовал сделать, ни одна из них не дошла. Четыре единоборства с 75% успешности. Ну, неплохо, но если бы он отдал на 90 плюс минуте голевую передачу, я бы порадовался за Живоглядов чуть больше. Он почему-то в эту атаку убежал, как будто он сыграл не 29 минут, а 104 минуты, как и все остальные. Рифаджа Малединов. 268, два удара, ни один из них не попал в ворота. Два раза свалил, два раза свалили против него. 23 передачи, очень мало для футболиста на позиции атакующего полузащитника, что в целом характеризует наш футбол. По точности передачи все хорошо. По точности передачи отмечу вот этого парня, у которого 5 раз, 5 попыток было, из них один раз он все-таки довел мяч до своего. Очень грустно. Ну вот, и зато одна ключевая передача как раз на Живоглядово внутрь штрафной прошла. Ну вот эта вот статистика, это очень плохо. Для Зе Луиша против Уфы, это вот тот матч, в котором я хочу видеть праймового Зе Луиша. Тот, который одним своим видом будет сминать соперников. В итоге смяли его. Даня Куликов, отвратительный матч. Дмитрий Баринов, 176. Я думаю, что ниже оценки Дмитрий Баринов в своей жизни больше не получит. Ну, как-то так. Так, давайте еще Хускорд глянем. Там свои оценочки обычно бывают. Я думаю, что там Пабло победил в рейтинге. Да, среди наших Пабло, 7-1. Имеет Жамалединов 5,9, Баринов 4,6. Ну вот настолько плохо, по мнению Хускорда, сыграл Баринов. Хотя красная карточка, это же не всегда приговор для игрока, который ее получает. Но вот у Баринова 4,6. Это значит, что он весь матч, в общем-то, сыграл очень плохо. Е2,6,5. Ну, здесь люди, которые выходят на замены, они всегда имеют низкие оценки. Да, вот у Уфы 5,9, 6,0, 6,0, 6,0. Здесь немножко другая система подсчета. Поэтому люди, которые на замене, всегда имеют низкие оценки. Плохо? Ну, плохо, что Камано 6,0. Ну, куда это годится? Против Уфы Камано играет 6,0. Это наше нападение. Грустно. Так, давайте еще... Ну, хотя тоже будет не совсем правильно смотреть усредненные позиции. Учитывая, что у нас одного игрока быстро удалили. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять человек у нас было все-таки в этом матче даже. С учетом Баринова. Удаление Баринова. Но, видимо, шестерка и Макеевская там под четвертым номером у нас играет. Вообще в одну позицию слились. Здесь 69, и кого тут не хватает? Камано есть, Смолов есть. Рыбчинского, да, не хватает. И позиция Рыбчинского стала просто в центре поля, потому что начинал он на левом краю, потом переместился вот сюда, потом сместился в центр, помотала его жизнь, поэтому он такой вот центральный стал. Ну, да, некорректно смотреть в этом матче усредненные позиции. Хух, тяжело. Достойный старт чемпионата, семь очков. Да, да. Ну, надо теперь не обосраться в следующих трех матчах. До перерыва надо не обосраться в следующих трех матчах. Если набираем пять очков и более, это будет хороший старт. Если набираем семь очков, это будет отличный старт. Если набираем четыре очка, то это будет плохо. Ну, такой, будет чего добирать далее. Хотя, по сути, в шести матчах мы должны набирать двенадцать очков. Два очка за матч. Если мы набираем, сейчас у нас семь, нам нужно набрать пять очков. Вот это будет нормальный чемпионский график. Если мы набираем меньше, то мы уже опускаемся ниже планки два очка за игру. А мы не должны опускаться ниже этой планки. Баринова удалили по причине, что в следующий матч Локомотив-Зенит. Я не думаю, что Зенит слишком боится Баринова, если честно. Но проблема в том, что Локомотива просто в центре поля. Хрень. Как думаешь, тренерские решения Николича повлияли на то, что сравняли? Я думаю, что определенно повлияли. Потому что мы очень много перестраивались. И в какой-то момент, например, для Уфы был отрезок матча, когда мы в меньшинстве взяли мяч под контроль и хорошо раскидывали мячи по флангам и наносили удары. Несколько ударов, створ пошло. Ну, выпуск Лисаковича. Вполне себе тренерское решение, которое в итоге повлияло на то, что мы сравняли. Безусловно. Здесь даже вопросов не может быть. Но вместе с тем была определенная авантюрность и вполне себе Уфа могла забить свой гол. Второй. Рубчинский Макеев сегодня большие умницы. Макеев приятно удивил, когда его перевели в центр. Макеев очень старательный футболист. Здесь никогда у меня не было сомнений, что Макеев очень старательный, очень исполнительный футболист. Но кроме таких футболистов, старательных, исполнительных, должны быть футболисты, которых футбольный бог в лобик поцеловал. И у которых искра есть в глазах, которые могут что-то придумывать. Макеев не из таких. Он может исполнять. Он таскает рояль. Таскает рояль. Ну, классно. Я никаких претензий к маге не имел и не имею. У меня есть претензии, например, к Дане Куликову, что он периодически с поля пропадает. Но вот к маге, за то, что он именно не отрабатывает, и то, что он не исполняет ту роль на поле, которую он должен исполнять, у меня никогда претензий не было. Мне показалось, что Зу Луиш плохо укрывает мяч корпусом, особенно в сравнении с Эдером. Сегодня Зу Луиш ничего не укрывал. Он просто плохо боролся за мяч, а когда мяч к нему все-таки попадал, он умудрялся все равно отдавать его игрокам Уфы. Динамо сложный соперник, и вы, скорее всего, им проиграете. Больше верю в то, что против Краснодара шансы есть. Посмотрим, домашний матч, а нет, выездной матч, ну тогда будем на ничью играть. Сложно что-то говорить, с Динамо мы все-таки играем еще только через 20 дней. Может быть, да, завтра или в понедельник нам скажут, что к нам приехал какой-нибудь очередной маскарель, и он вольется в состав, и мы залатаем нашу дыру. Почему нет? Или там нападающий какой-нибудь приедет, и мы сможем наконец-то забивать голы. Тогда Динамо не будет чем-то невероятным. Ну, Динамо с Уфой, вот, играла ничего из себя прям вот шикарного, честно говоря, я не увидел. В лесу как на постарта не веришь? Как основного нападающего локомотива Лисаковича я бы видеть не хотел. Но проблема в том, что я никого бы из нынешнего состава локомотива не хотел бы видеть как основного нападающего локомотива. Очень ситуативно я хотел бы видеть Камано на матче, в которых точно будем знать, что у соперника большие пространства возникают. В принципе, меня устраивает, как играет Федор Смолов в качестве ложной девятки, как человека, который оттягивается в центр поля и начинает атаки. И в целом по всей площади чужой половины поля действует в целом, да. Но это опять же не нападающий, не основной. А как основного бомбардира первого нападающего я не вижу никого. Но Лисакович, мне кажется, неплохим вариантом, который бы выходил со скамейки вместо этого самого первого нападающего, если у того не идет игра. Вот что-то такое. Два легионерских флота намекают на приобретение. Глупо не использовать все легионерские места. Согласен, конечно, конечно. Не использовать легионерские места, это изначально убивать потенциал своей команды. Потому что российские футболисты не дотягивают до иностранных футболистов, как мы узнали на недавнем чемпионате Европы. Так. Просит оценить игроков. Давайте быстро это делать. Потому что я смотрю, тут довольно шуточные футболисты. Виктор Путин из команды Уня Тарнов. Третья лига. Группа 4. Польского чемпионата. 26-летний украинец. Ростом 1,83 м. Центральный полузащитник. Заканчивается контракт через год. Не очень много у него матчей записано на Трансфермаркте. Последний проведен в 2020 году. Оценивать его особо не буду. Еще и Трансфермаркт сдох. Нет. Все. Отздох. Ну, что могу сказать по данному футболисту. В 2020 году Польша решила не перезабирать его на новый срок контракта. И, судя по всему, использовать его больше не будет. А мы его тоже в локомотиве вряд ли увидим. Так. До этого тот же Diamond Tiara заказывал просмотр игрока Антон Криволапов. Как мы знаем, что Криволапы это всегда хорошо. 34-летний защитник из Германии. Лига Бремена. Дата рождения К.А. В целях защиты данных Трансфермаркт не отображает определенные данные для некоторых игроков. Обычно это касается игроков-любителей молодых игроков. Первый раз, кстати, с этим сталкиваюсь. Но тоже, видимо, из-за того, что Криволап мне и показали этого футболиста. Замечательно. Здорово, что такие футболисты есть. Но мы надеемся, что когда-нибудь на Трансфермаркте появится тот единственный настоящий Криволап, которого мы знаем и любим. В качестве главного тренера одной из команд эстонской высшей лиги. Джереми Дрохон. Здесь мне сложно понять, в чем смысл показа мне этого футболиста. 27-летний нападающий из клуба вне лиг. Ну, видимо, смешно, что у него фамилия Драчун. Владислав Тороп. Владислав Тороп, футболист известный. Что с Трансфермарктом? Алло. Вратарь, 17-летний, подмена для Акинфеева. Но сейчас, насколько я понимаю, его немножко приспустили. Вроде как в ЦСКА уже вторым вратарем кто-то другой значится, да? Знатоки ЦСКА могут мне подсказать по этому вопросу. Но мне кажется, что это так. Сейчас я гляну. До этого прям совершенно очевидные. Наигрывали Торопа как смену для Акинфеева. А сейчас... Сейчас в запасе Боков. Да, Боков. Не знаю, с чем это связано. Связано ли это с тем, что он сын Бокова, который тренирует, по-моему, молодежку ЦСКА, Ну, или что-то в этом роде. Не знаю. Но Влад Тороп хороший вратарь. Достаточно статный. Все вратари, выросшие в Москве, они все с хорошей школой. Но здесь нужно дальше смотреть на психику, на то, как они способны играть в большом футболе с большими дядями. И у нас еще есть Форвард 47 Рус, который давным-давно, 20 дней назад, спрашивал про Томаса Лама. Я его сегодня видел в чате, поэтому давайте посмотрим Томаса Лама. За 650 тысяч изволи. Ушел на свободном трансфере. Центральный защитник. Рост 1,88. Его я вам даже покажу. 26 матчей, 3 плюс 1 в прошлом сезоне. И сейчас Томас Лам, финн, 27-летний, остался без команды, никак не может ее найти. У него две красных карточки. Причем такие, которые вот на 4 матча, а потом еще на 3 матча. И это достаточно много. 7 матчей минус из-за дисквалификации. Но при этом он капитанил. Что важно. Правда, в тех матчах, где он капитанил, три поражения здесь и ни одной победы здесь. То есть, соответственно, поражение 3 ничьих. Но взволи сама по себе команда была слабой. Так что, как мне кажется, для команд в России, которые ищут центрального защитника, это не локомотив, Томас Лам вариант хороший. Но дальше его нужно смотреть. Смотреть я его не буду, потому что это 27 лет, и эта позиция защитника едва и точно интереснее. Хотя бы потому, что едва и более универсальный. Про Найра Текнезяна мы уже поговорили в самом начале стрима. Давай, так как я-то понимаю, что ты пропустил начало стрима, еще раз скажу мнение по Найрчику. Я делал нарезку на бусте. Она длится 40 минут. Нарезка действий Текнезяна. Чтобы вы понимали. Найр переученный нападающий. Он был прям центральным нападающим по школе, крайним нападающим по молодежке. Много матчей, в том числе в юношской лиге УЕФА, провел как крайний нападающий. Забивал голы. У него нормальный удар, у него нормальные подключения. Хорошая левая нога может с угловых, со штрафных навешивать. В общем, все у него в порядке. Были с атакующими действиями. Затем его начали опускать все ниже и ниже. Обычно так делают, если у игрока хорошая физика. Но я не увидел хорошей физики у Найра Текнезяна, когда делал вот эту вот нарезочку с его действиями. Такое ощущение, что каждый раз, когда вот он играет больше часа игрового времени, первый час идут хорошие действия Найра, а оставшиеся полчаса идут плохие действия Найра. Как будто он очень сильно устает к этому моменту. Это меня немножко насторожило. Он моторный, он постоянно где-то рядом с чужой штрафной, он поддерживает атаки, он любит работать с мячом и не старается выбивать его абы куда. Ну, то есть, это футболист для конкретного футбола, как и Тин Едвай, футболист для футбола, когда ты играешь на чужой половине поля. Вот, например, Маци Рыбус и Пабло, это не футболисты для футбола, в котором мы играем на чужой половине поля. Они в этом футболе достаточно бесполезны. А Тина Едвая, я думаю, что в таком футболе, вот мы будем играть дома, против какого-нибудь Нижнего Новгорода, я думаю, что мы будем видеть Тина Едвая, подключающегося с позиции центрального защитника, в чужую штрафную, просто так, ну, просто, захотелось человеку поджать. Мы и сегодня это видели, как он доходил до чужой штрафной. А вот в матчах домашних с каким-нибудь Нижним Новгородом, где у нас будет 80% владения, это вообще будет просто как правило. Вот то же самое с Наиром. Маци Рыбус, конечно, классный защитник, вопросов нету. И Пабло классный защитник. Но это футболисты осторожные, футболисты, которые постараются сзади как можно надежнее сыграть. Ну, и если надо, то подключимся вперед, сделаем какой-нибудь навесик. Тикнезиан будет в чужой вратарской ночевать это время. Что в этом плане, Наир Тикнезиан будет полезнее Маци Рыбусе, при том, что в общем он слабее, но в конкретной ситуации он будет полезнее Маци. Но есть и проблемы, как часто бывает с нападающими, которых переучивают на позицию защитников. Да, это позиционная игра, это умение чисто отобрать мяч и все такое. Вот с этим, конечно, Тикнезиану Николичу еще учить и учить. Сравни с едваем Федерико Наварро, Данилу Ксулока. Федерико Наварро, 5 миллионов евро, Чикаго в команде с 5 августа 2021 года был куплен за 4,55 миллионов евро. Рост 1,71 м, опорный полузащитник. Ну, довольно сложно будет сравнить с едваем, потому что один опорник, другой центральный или правый защитник. Я не смогу сравнить их по Вайскауту, потому что я вам показывал Вайскаут едвае. Там очень мало адекватных значений, потому что он очень мало минут сыграл. Здесь Челикс сыграл побольше времени. На трансфермаркте полторы тысячи минут в прошлом сезоне, 1410 в этом сезоне. Ну и он чистый-чистый опорник, так что я не очень понимаю, как его сравнивать. Давайте посмотрим в Ютубе, кто это. Я этого парня не знаю. В целом Толерис выглядит как достаточно интересный. Проект, из которого он Хинкапи, Хинкапио, вышел. И вот еще некий Федерико Наварро. Давайте глянем. Давайте не устраивать сегодня кружок селекционера. Я точно совершенно его не вывезу. Я сильно устал, и у меня горло сдает. Я когда... Каждые 20 минут я просто чувствую, что сейчас мое горло схлопнется, и на этом все закончится. Очень плохое качество картинки в нарезке. Не знаю уж, это нарезчик постарался, или это у них так чемпионат Аргентины показывают, но понять что-либо очень сложно. если я кого я и котирую среди аргентинцев, то это опорники. Есть несколько хороших опорников, которые я бы, наверное, не прочь бы видеть в локомотиве. Хотя в целом, знаете, мое отношение к аргентинцам, что, как мне кажется, в российской премьер-лиге они совершенно не приживаются, совершенно бесполезны, но при этом стоят много денег, и, условно говоря, за миллион евро или за миллион, ну, за миллион евро можно купить бразильцы сильно качественнее, чем, из большей гарантии, чем аргентинцы. Не говоря уж там каких-то венецуэльцев, эквадорцев и так далее. Ну, такое. Ну, вот качественного полузащитника вижу. Не могу сказать, что здесь что-то гениальное выглядит, но качественный игрок, качественный, интересный, можно было бы за ним последить, но он уехал в Америку. Люди, которые уезжают играть в футбол в Америку, вызывают большие вопросы. Но как вот это сравнивать с едваем, я, честно говоря, не очень понимаю. Насмотрелся. А, Кевина Данца сравнивать с едваем. Ну, Кевину Данца более логично сравнивать с едваем, конечно. Блин, ну давайте. Вот это последние. Мост Рами и Данилу Кусулок, это будут последние ребята, которых я посмотрю. Потом вернемся к вопросам. Кевин Данца из Ланца, да, это известный чувак. Австриец, метр девяносто, из молодежки, у него есть большая немецкая карьера за плечами. Поиграл даже в Саутгемптоне, в аренде был за 4 миллиона, но, видимо, Саутгемптону не приглянулся. Фортуна пыталась его сбагрить куда-нибудь, и в итоге сбагрила в итоге в Ланца, за 5,5 миллионов евро. Я помню, что мне нравился Кевин Данца. Вот он еще за сборную Австрии, у него 6 матчей. И, видимо, я какой-то из них смотрел, раз я помню, что он играл за сборную Австрии. Но не знаю, какой из них я мог смотреть. Мне кажется, что Кевин Данца постоянно всплывает в футбольном менеджере по каким-то причинам. Он хороший, он хороший защитник, хороший статный защитник. Который, к тому же, в отличие от Тины Е2, вполне себе играет в футбол. Да, 32 матча. Ну, правда, во второй Бундеслиге, но 32 матча, 2 плюс 2. В премьер-лиге 6 матчей. Ну, видимо, не очень играет. Вот в Бундеслиге 1 плюс 1, 18 матчей в 2019 году. Как раз примерно тогда и Е2 играл. 16 матчей. Но это надо понимать, что 22-летний футболист, а не 26-ти, как Е2. 7 матчей. Ну, то есть, вот, известный достаточно чувак. Не знаю, я бы, наверное, больше рад был Кевину Данца. Все-таки 22 года, чем Тину Е2. Ну, что поделать. Смотрите, Данца 6 плюс 2 с позиции центрального защитника в 15 матчах делает. Теласка-Сеговия. Но, блин, ну, все. Давайте закроем тему с центральными защитниками. Нам нужен центральный полузащитник, еще и опорник. Вот, например, Теласка-Сеговия, опорник, метр 72, 18 лет, в Венесуэла и играет в Венесуэле. Это всегда вызывает определенные. На потом оставить? Окей, давайте на потом. Реально, сейчас нету никакого желания все это смотреть. Так. Зарема чем-то напоминает Ольгу Юрьевну, как будто из одного теста слепленное есть что-то общее. Ну, как у всех властолюбивых теток, есть общее, это непоколебимая вера в собственное мнение. Ну, то есть, ты его не прошибешь вообще ничем. То есть, у них внутри есть стержень, который источает абсолютную уверенность в собственной правоте. и никаким объективным фактом, никаким там мнением какого-то эксперта ты его не перешибешь. При этом, они могут составлять свое мнение на базе того, что они услышали, того, что им сказал кто-то, кому они доверяют, но вот если они это свое мнение составили, то все, дальше вы их с этого пути не собьете. что Зарема, что Ольга Юрьевна, они на 145% будут уверены, что именно они правы, а весь остальной мир вокруг просто по каким-то причинам их не любят и пытаются делать назло. Уехал Ральф, и Суфой гигиенпрессинг пропал. Почему-то с ЦСКА-то пытались, неплохо получались, а сегодня давления не было даже в первом тайме. Смотрите, в чем проблема. И вот тоже на молодежке я эту тему сказал, но не развивал. Пабло сегодня дали статуэтку лучшему игроку матча. И, там, не знаю, Тимофей написал, что в гигиенпрессинге должен быть некий якорный защитник. Но проблема в том, что когда у тебя один защитник выдвигается высоко, а второй остается при этом где-то рядом со штрафной, то у вас возникает вот такенный вот разрыв, куда могут вбегать нападающие соперника, и куда можно отдавать вертикальные передачи, чем у Фаи пользовалась. И гигиенпрессинг в такой ситуации устроить, ну, как мне кажется, тяжеловато. ЦСКА при этом умудрялась использовать всего одного нападающего. И тогда к этому нападающему был приставлен, там, не знаю, Макеев или кто-то, и Заболотному просто нечего было делать. Ахметов и Чалов по краям были сильно заняты в оборонительных действиях и помогать особо не могли. В итоге ЦСКА не мог выходить из обороны в атаку нормально. Как только появился Дзагоев, человек, с помощью которого можно было адекватно выходить в атаку, наш гигиенпрессинг полностью развалился. Просто вот в пыль развалился. Потому что вот стал человек, который принимает мячи в тех точках, которые наши не ожидают, и двигает его в те точки, где наших футболистов нет. Все. Весь этот гигиенпрессинг разрушился. Только одним единственным Дзагоевым. Уфа не обладает Дзагоевым, но там тренер изначально расставил футболистов так, что они находились регулярно в тех свободных зонах, в которых у нас не было ни полузащитников, ни защитников. И из-за этого этот прессинг не работал. Они спокойно через средний длинный пас выходили на нашу половину поля. Из-за этого приходилось всей команде возвращаться. Ну и в итоге футбол у нас развалился. Не умеем. Мы не умеем в прессинг. То есть то, что было с ЦСКА это скорее ой, кайф какой. Секунду, подождите. Так, да, извините, извините. Упали жалюзи. Сумасшедший кот от испуга побежал и свалил вот эту вот мою зеленую стеночку, за которой находится сокровищница, которую я не хочу вам показывать. Тяжелый стрим. Тяжелый, очень тяжелый, усталый стрим. Так, продолжаем. Как-то так незаметно получилось, что на проблемных точках зрения россиян позициях краев обороны у нас теперь два молодых и очень перспективных россиянина. И оба из ЦСКА. Но я уже говорил, что есть одна единственная команда в России, которая рождает хороших крайков. Это ЦСКА. В ЦСКА все время появляются хорошие крайние защитники хорошего европейского типа. они появляются и появляются и появляются и будут появляться. Вот не знаю, как у них это получается, но получается. Вот в сборной это, не знаю, там Жиркова они определили в крайние защитники. Караваев воспитанник ЦСКА. Марио Фернандес тоже был найден ЦСКА. У нас это Сельянов и Текнезян. У них это Щенников, который тоже уже сколько лет играет на фланге. тоже воспитанник. Потом это всякие там Вадимы Конюховы, которые тоже будут, я думаю, в какой-то момент пробоваться в основе. И вот так вот оно есть и есть и есть. Крайние защитники все время появляются. Ну вот теперь у нас оба крайних защитника из ЦСКА. Ну, прикольно. Шумуродов в Роме, а ты в него не верил. Не помню я, чтобы я не верил в Шумуродова, но мне кажется, что это такой вот очень старательный, не особо яркий, но очень старательный, нападающий, который умеет завершать. Не знаю я, зачем он Роме, не знаю я, насколько он будет там полезен, но тоже говорить о том, что вот этот футболист в Роме, поэтому он очень крутой. Можно открывать составы любой итальянской команды и увидеть там такие деревья. Да, там, не знаю, Аталанту откроешь, а там есть Сэм Ларсон, и ты думаешь, ну господи, вот у вас есть крутой Алексей Миранчук, и есть бревно Сэм Ларсон. Открываешь там, не знаю, Рому, давайте вот навскидку. Конечно, там есть крутые футболисты, конечно, но вместе с этим всегда находятся люди, которые ты просто не понимаешь. Так, а вы что в Роме забыли? Вот, ты, ты, что в Роме забыл? Ну, вот, например, да. Сейчас. Вот этот вот парень, Зан Чилар. славенец за 650 тысяч, 22-летний. Ну, типа, он тоже в Роме. Ну, а что? Он тоже в Роме, конечно. Вы о нем что-нибудь слышали? Кто это? 22-летний, который даже за сборную Словении не играет. Из Кринжа. Рожденный в Кринже. Ну, вот так вот и пошло. Зато в Примавере 39 плюс 7. В серии Б 5 плюс 1. Так и живем. Почему бы не Шумуродов? Шумуродов хороший, старательный и качественный нападающий. Но быть первым нападающим в Роме, ну, скорее всего, это Рома, борющийся за те же самые места, которые боролась Дженова. Может, Мурила в опорку? Ну, я всегда хотел Мурила в опорку, но Николич так мне ни разу это и не показал, чтобы это более-менее адекватно смотрелось. Так что я уже перестал хотеть Мурила в опорку. Азмун ушел, пока нет, но говорят, что со дня на день уже должен. Из-за работы вообще не слежу за новостями. Когда Зенит Ростову забивал Вар и не рассматривал под микроскопом, а там наступ более явный был. Ну, там просто Вар просто не заметил этот момент. Они, ну, так посмотрели, ну, ничего не увидели. Если бы они посмотрели этот момент с другой камеры в замедленной съемке, они бы увидели этот наступ. Но они просто пропустили его. Кто лучший по Хускорду? Пабло. Тогда вопрос. Если у тебя повреждение, блин, попроси замену. Понятное дело, что есть желание, мотивация, но ты же подводишь команду, играя с повреждением, так как не даешь тот объем, что был в начале. Так он еще и на второй тайм вышел. Странный. Федя вроде в этом году даже ругать его не хочется, а потом он вот такое выдает. Посчитал то, что сильно его это не беспокоит. Но потом тренерский штаб увидел, что все-таки Смолов не дает нужного объема и играет хуже обычного. Ну, опять же, я не могу предъявить претензии к Федору Смолову по этому матчу. Он играл нормально. Он делал неплохие передачи. Он делал по мысли все здорово. В центре поля боролся за мяч. Ну, то есть, вот такого Федора Смолова я не хочу ругать, потому что это тот нападающий, который в целом приносит пользу команде. Но, да, конкретно сейчас из-за этого очень сильно зависит локомотив, просто потому, что другого форварда в локомотиве нет. Лисакович так на игру не воздействует. Но Лисакович может забить. Лисакович активен именно впереди около чужой штрафной, где можно получить мяч. Он, к сожалению, нестабилен. И забивает не всегда. Но, это, по крайней мере, вот как раз вот такая вот опция первого форварда. Мы ждем трансферный на вход, но лучше бы продать Зе Луишу. У Цорна уже получалось, ведь такие, как Кикнадзе, есть в мире. Дай бог, дай бог. Я очень хочу, чтобы Зе Луишу продали, честно. Ну, то есть, это настолько будет полезно для локомотива освободить еще одну легионерскую позицию и подумать рангнику, кого купить на эту. позицию нападающего легионера. И настолько было бы здорово, если бы локомотив потратил деньги на приобретение качества нападающего, что я даже... Ну, о чем тут говорить? Ну, Зе Луиш, что есть, что нет. Ну, вот. Всю весну его ждали, всю осень ждали, когда он в чемпионате России поможет. Не помогает. Вот теперь новость. Чемпионат начался, три матча, польза от Зе Луиша, сгулькин нос. Как думаешь, почему Бегемот раскритиковал рангника в интервью, не боится ли Николич сливать ему информацию о внутренних делах клуба, тем более, что эту информацию тщательно оберегают? Я не хочу лезть в то, кто что там как раскритиковал, у кого какие интересы. Ну, общий уровень понимания футбола в России, давайте вот по чесноку, общий уровень понимания футбола в России, он на две головы ниже, чем в топовых европейских клубах. А рангник это не просто топовые европейские клубы, это законодатель мод топовых европейских клубов. И, ну, когда кто-то в России оценивает рангника, ну, ты понимаешь, что это человек с интеллектом, ну, не знаю, там IQ 70, оценивает человека с IQ 150. Ну, конечно, вот эти вот люди с IQ 70, людей с IQ 150 будут называть дебилами, потому что они просто не понимают, о чем те говорят. Но, объективно, объективно говоря, Россия находится на своей ступеньке развития, ну, просто сильно ниже, чем то, чем руководил рангник. Поэтому, ну, грузская может говорить все, что угодно, но нам нужно смотреть на рангника и в рот ему заглядывать, ожидая каждое его слово. Ты не веришь в чудо с Ростовом, думаешь сложнее с Мордовией на восьмое попасть, чем с Ростовом в пятерку? Ростову нужны яркие исполнители. Как и Локомотиву нужны яркие исполнители, так и Ростову нужны яркие исполнители, но общий уровень в Локомотиве сильнее, чем в Ростове. Без ярких исполнителей надеяться на высокие места Ростову не приходится. А там сейчас с этим огромные проблемы. Сложнее с Мордовией на восьмое попасть, чем с Ростовом в пятерку? С Ростовом в пятерку сейчас попасть, мне кажется, вообще невозможно. С Ростовом в восьмерку попасть, вот это вот задача для хорошего тренера. Правда, сейчас они взяли и Баштуша, вернули 30-летнего, хотя бы с оборонкой, может быть, все будет более-менее. Я, конечно, под градусом, но все-таки не хватает, конечно, ярко выраженного игрока, нету хорошего напа, центр можно наиграть, да, подзатыльник Куликова-Баринова, чуть меньше фалить и держать себя в руках. Смолов это Смолов, пусть будет, политика клуба пока непонятна. Скорее всего, в этом сезоне чемп не светит и команда будет строиться. Чемп это в смысле золото, но будет проблематично завоевать золото и в следующем, и в поза-следующем чемпионате. Надеюсь, на норм трансфера и на Никольча все-таки есть в нем что-то. Давайте не будем ругать и доверимся. И да, Зенит чемпион будет, они же желают притормозить. Нет инфы, понял. Никольч еще на сборах говорил, что у нас самая старая команда будет самая молодая. Может он что-то знал? Я думаю, что он знал примерно все. Как думаешь, Цорн однозначно провалился в Спартаке с Тилем или Спартак не смог его раскрыть? Или тупо попилил и знал, кого везет? Цорн, мы обсуждали уже, Цорн привез хорошего футболиста Гуса Тиля. Это хороший футболист. Я в этом убежден, я в этом уверен и говорил об этом до того, как он сейчас в Лиге Европы пять мячей в двух матчах забил. Густиль это хороший футболист. Это капитан крепкой голландской команды из топ-3 Азет Алкмара. Футболисты оттуда это очень качественные футболисты. Вот, например, сейчас там есть, ну, во-первых, оттуда продали Стенкса за что-то там 15 миллионов и Буаду за 20 миллионов. Там остался Куб Мейнерс. Вот как раз тоже капитан, тоже молодой, тоже с большим количеством голов. Это вот новый Густиль. И его тоже, скорее всего, куда-нибудь продадут за 20-ку. Может быть, не в этом году, может быть, в следующем, но обязательно это случится. Густил хороший футболист. Но, но, привозить футболиста за 18 миллионов евро для российского чемпионата это очень большая сумма. Этот футболист должен 100% заиграть. Что значит 100% заиграть? Значит, то, что вокруг него должна быть фактически выстроена команда. Ну, если это только не Зенит, у них ценники чуть выше, там они строят игру вокруг футболистов за 40 миллионов евро. Для всех остальных ты должен выстраивать команду вокруг футболистов за 20 миллионов евро, если уж ты привозишь такого футболиста. А в Спартаке привезли Тиля, и оказалось, что он не нужен клубу, что там нету позиции на поле, на которой привык играть Тиль. И тогда огромный вопрос к спортивному директору, к тренеру, о том, общаются ли они между собой, зачем спортивный директор привозит футболиста за огромные деньги, позиции для которого на поле нету. Ну, то есть, вот мы привезем, не знаю, там, атакующего полузащитника, а будем играть классические 4-4-2. Ну, странно, да, если мы привезем атакующего центрального полузащитника, а при этом будем весь сезон играть 4-4-2. Это может быть очень крутой атакующий полузащитник, да, это может быть, не знаю, какой-нибудь Кевин Дебрюйны, но мы играем 4-4-2. Нам этот человек должен отбирать мячи, вот, 100% отбирать мячи. Мы его будем засовывать на фланг, мы его будем засовывать опорником, мы его будем засовывать нападающим. Он будет представлять из себя, ну, ну да, и в итоге Спартак его совсем не раскрыл. Но это в том числе, конечно, косяк Цорна. Ты не должен привозить футболистов за такие деньги, которые клубу не нужны, тренеру не нужны. Тор играет еще? Да, играет. Он за Балтику, за Балтику играет. Балтика Калининград. 4 матч, 188 минут в этом сезоне. Так. Что думаешь по поводу Палыча в Ростове? Как по мне, провал будет, к сожалению. Я точно думаю, что не будет провала. Палыч умеет собирать команды, Палыч умеет объединять их. В Ростове с этим, в принципе, и раньше проблем не было, но у Палыча точно должно получиться сделать так, чтобы команда, в которой нормальное футбольное настроение играла в хороший добротный футбол. Тут, наверное, что будет считаться провалом, потому что для меня провал это, если Ростов будет стоять на вылет. Вот этого я не допускаю. Если для кого-то провал это восьмое место Ростова, ну тогда да. Не планируешь посетить матч Основы в августе? Пока сложно планировать посетить матч Основы в августе, потому что туда пускают только абонеменчиков. У меня абонемента нету. Так я думаю, на какой-нибудь матч Основы сходить, это было бы интересно, но в данный момент это практически невозможно. В Америке чем-то не слабее РПЛ, мне кажется. Мне кажется, слабее. МЛС местами по уровню игры напоминает вторые дивизионы латиноамериканских помоек, и, как правило, это внизу таблицы, а не маркетингово успешных команд. Ну, то, что я видел в нарезках МЛС, а то, что я видел какие-то вот такие обрывки из МЛС, ну, меня это не... там есть яркие футболисты, но сам футбол, сам футбол, это очень странная вещь. Да, то есть есть яркие звезды, там, 35-летние, которые немотивированы и просто под расслабончик играют. Есть яркие звезды, которые мотивированы и разваливают эту лигу. Есть какие-то, ну, просто странные пассажиры, которых бы, наверное, даже у нас в ПФЛ бы не стали выпускать. есть молодые игроки, которые там не очень понимают, что с мячом делать. Ну, в общем, это очень разбалансированная лига, в которой очень сложно что-то найти. Но есть и яркие футболисты, действительно, которые ярко себя проявляют. носятся культуры пасса, мысли, рисунка, идей, ничего, вокруг сидит средний класс, ест хот-доги, кричит, короче, там это прям аттракцион, все еще местами. Ну, типа того, да. Как думаешь, сделают ставку номеранчука и Зе Луиши или все же до конца ТО будут пробовать их продать и подыскать замену? Я не знаю, как можно делать ставку номеранчука, если он выходит на 20 минут и ничего не показывает. Он ничего не показывает с ТСК, он ничего не показывает с Уфой, он ничего не показывает на футбольном поле. Как можно делать на него ставку? Я понимаю любовь к Антону Верончуку, я понимаю воспоминания об этой былой любви к Антону, который там забивал 15 за сезон и все такое, но конкретно сейчас Антон это просто бледная пародия на футболиста. Поэтому, ну, блин, ну а как? Как на него можно надеяться? Как можно надеяться на Зе Луиша, который проводит 10 матчей за сезон, из них 5 в хорошей форме, а 5 это либо устанавливается от травмы, либо готовится к новой травме. Здорово, как тебе Семин в Ростов? Я очень рад, РПЛка с Семином точно выиграет, это очень хорошо, что Семин нашел себе работу и я думаю, что у него все будет хорошо. Упустил начало стрима, могу лишь сказать, что играли с Уфой отвратительно, центр поля отсутствовал, будь у Уфы в нападении не Агаларов и Кротов, а кто-то чуть выше классом, горели бы 3-0 к 65-й минуте. Не уверен, что горели бы 3-0, но определенная истина в этих словах есть. Смотрю, быстро у всех восторги по Пабло пропали. У меня остаются восторги по Пабло, по Пабло. Это отличный защитник, это очень хороший защитник, но это защитник в формации как раз Юрия Семина, там, где мы защищаемся низким блоком, там, где у нас низко стоит оборона и мы выстреливаем контратаки, мы защищаемся и выстреливаем контратаки. Вот в таком футболе Пабло будет хорош, достаточно хорош, потому что его тяжело пройти один в один, потому что ему не нужно много бегать, сплошная борьба, в ней он хорош. Вот сегодня мы это опять увидели, что вот Уфа нас села, Уфа нас придавила, Пабло все снял, Пабло все выбил. Отличный матч для Пабло. В футболе, в котором локомотив на чужой половине поля с мячом, в футболе, в котором локомотив пытается этот самый мяч отнять в центральном круге и выше, Пабло будет не в своей тарелке, потому что если вдруг ему закинуть за спину, от него убежит даже Кротов. Рыбус походу себя изжил и судя по всему у Ральфа и Ко планы по легионерским местам нацелены на позиции полузащиты. Хочется верить. Жиркова в защиту подкинул Хиддинг. Ламерс? Да, Сэм Ламерс. Ну, зачем Аталанте был Сэм Ламерс нужен? Я, честно говоря, не понимаю. Интерпретирую пословицу Рожденный в Кринже играть не может. Причем тут словеницу Шамуродова история круче, чем у Варди. В чем? Ну, просто поднялся, играл у себя в Узбекистане, приехал в Россию, поднялся в Россию, играл в Россию, поднялся, уехал в Дженуа, сыграл в Дженуа и переехал в Рому к 26 годам. В чем эта история круче, чем у Варди, который до 27 лет играл по любителям. Просто нормальная история восхождения футболиста, разве нет? Ну да, он в Буняткоре играл лучшей команде Узбекистана. Может, еще Ревалда застал в 2015-м. Ну, просто планомерно развивался чувак к 26 годам дорос до Рома. Абсолютно нормально. Есть у меня подозрение, что максимум, кого мы купим, одного опорника. Потом скажут, все, трансферная компания закончена. Да ты каждый раз это говоришь, что все, у нас вообще никаких подкупок не будет, все, 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 вот наша трансферная компания закончена. У меня такие подозрения. Потом кого-нибудь покупают, ты такой, все, у меня подозрение, что этот будет последний. Вот этот точно последний. Но вот этот вот 100% самый последний. И потом 3 сентября, когда купит последнего новичка, ты скажешь, ну я же говорил. Зе наберет к Лиге Европы. Ну, дай бог, только вот вспоминая Лигу Чемпионов, Зе только в этой самой Лиге Чемпионов и играл, а на Россию у него сил не оставалось. У той Мордовии состав был не хуже, чем у этого Ростова. У Ростова сейчас плохой состав, я согласен. Не знаю, хуже не хуже, все-таки времени прошло довольно много и я тот состав Мордовии это особо не помню. По ощущению, в Ростове, наверное, все-таки чуть побольше качественных футболистов. Но разница небольшая, это да. Это да. Денег у Лока нету. Это спорный вопрос. Баштуш хорош был в Лацо. Баштуш хорош был в самом Ростове, в Лацо я его не видел. Смотря на сегодняшний бар и Антона, поймался я на мысли, что таких ребят за деньги, которые за них предлагали, продать очень выгодно. Беда в том, что заменить их прямо сейчас некем. Опустился Тор. Ну, ФНЛ это еще не так уж сильно опустился. Как тебе уход Дрюси из Зенита? Дрюси это один из тех немногих аргентинцев, которых я в целом достаточно высоко котировал. И то, учитывая, сколько за него было заплачено, сколько ему авансов выдавали, в итоге он фактически получился запасным у Зенита, что тоже многое говорит об аргентинцах, а его постоянные выкрутасы еще больше говорят о характерах аргентинцев. Поэтому в целом хоть он и хороший футболист и пользу Зениту приносил постоянно, мнение о покупке аргентинцев Дрюси не исправил. Я рад, что Дрюси ушел из Зенита минус один сильный футболист. Проведи стрим-финал волейбола или гандбола олимпийских игр там наши. Олимпийские игры не мое. Я могу посмотреть просто в ночи под чил какой-нибудь, чтобы картинка мне уши забивала. Но комментировать и обращать на это внимание я не готов. Может Антоха в Ростов в аренду на полгода? Это, кстати, неплохая идея. Это, кстати, отдавать палычу футболистов для воскрешения это неплохая идея. Самая неплохая идея, наверное, Федора Смолова отдать в аренду в Ростов. Вот это будет очень хорошо. Шучу. Веришь Макеева на роли ЦЗ в основе на постоянке, но есть ощущение, что команда тупо не может играть в гигомпрессинг. Я тупо не могу себе представить. Локомотив с таким стилем будем просто пропускать по 2-3 гола каждую игру, до игроков под такую формацию почти нет. Нет ничего страшного пропускать по 2-3 гола каждую игру, если ты в ответ забиваешь 7. Да, Red Bull Salzburg не сказать, что команда с какой-то шикарной обороной, но они всех сминали. Они атака настолько лучше всех остальных, что это позволяло им забивать гораздо больше, чем они пропускают. В этом и суть гигомпрессинга, в этом и суть в принципе футбола интересного для болельщиков. А так для того, чтобы перейти под гигомпрессинг нужно еще 3-4 футболиста, которые готовы поддерживать высокую интенсивность игры. У нас есть Е2, есть Макеев, есть Мурила, есть Края, я уверен, что Текнезян и Сельянов умеют такое поддерживать. Нам нужны опорники, которые умеют эту интенсивность поддерживать, центральные полузащитники и какой-нибудь хороший распасовщик. Не так много футболистов. Ревалда играл в Узбекистане, интересно, что им двигало, когда он принимал решение, даже не знаю, может быть какие-нибудь зеленые бумажки, я слышал, что футболисты им поклоняются. Ну, Ревалда давно там играл, в Бунеткоре он играл с 2008 по 2010 год, в 2015 он вряд ли с Шумуродовым пересекался. История показывает, что самые вкусные трансферы бывают в последние дни, а то и часы трансферного окна, но не в России. К сожалению, в России это не работает. Да, он застал Ревалда рассказывал красави. Ну, видимо, в каком-то молодежном клубе. Да, просто видел его. Но я имел в виду, что он вместе с ним он не играет. Не играл. Когда купит опорника, то сразу скажу, ну, я же говорил. Волейболисты вытянули сет с минус 8. Молодцы, молодцы, рад. Но, честно говоря, есть два командных вида спорта, которых я ну, не воспринимаю. Это ганбол и волейбол. Волейбол я не люблю, потому что я в него играть не умею. Я не понимаю вообще кайф от игры в волейбол. Многие почему-то любят его и там, не знаю, в каких-нибудь лагерях детских, спортивных и еще где-нибудь все такие о, волейбол, давайте играть в волейбол. Все любят волейбол, а я просто терпеть не могу. Это настолько какая-то странная непонятная игра. Как в нее играть, не знаю. Вот, ганбол просто искусственный вид спорта, который не доставляет ровным счетом никакого удовольствия. В школе играли в ганбол частенько и ну, ты просто бегаешь с мячом, бьешь его, тебе постоянно бьют по рукам, нужно как-то еще в ворота забить, никто не понимает правил, когда нужно стучать по земле, когда не нужно. Гораздо баскетбол гораздо адекватнее в плане виду спорта, где ты контролируешь мяч руками. Хоккей на траве классный вид спорта и флорбол отличный вид спорта. Смотрите, в чем проблема таких видов спорта, как ганбол. Игровой вид спорта всегда завязан на то, что тебе очень тяжело контролировать снаряд, которым ты играешь. То есть, когда ты играешь в футбол, ты должен контролировать круглый, катящийся предмет ногами. Ты его не можешь зафиксировать, ты не можешь его, да, там, как-то укрыть, что к тебе подобраться невозможно. Когда ты играешь в хоккей, ты контролируешь шайбу, скользящую по льду какой-то палкой. Ну, это непросто, да, у человека с другой палкой он просто сует ее и забирает твою шайбу. Когда мы говорим про хоккей с мячом, это еще сложнее, потому что мяч прыгает и в нескольких пространствах нужно его каким-то образом палкой по нему попадать. Хоккей на траве чуть проще, и флорбол тоже в какой-то мере, наверное, чуть проще, там не так мячик скачет, но, и не так сильно летит, но это тоже сложно, контролируемые, виды спорта. Когда мы говорим про волейбол, да, то есть ты не можешь контролировать мяч, ты не можешь его поймать. Вот эта вот странная разновидность волейбола под названием пионербол, когда ты ловишь мяч и кидаешь на другую сторону, при людях с нормальной координацией с той стороны и с этой стороны, да, если ты ловишь мяч, партия затянется в бесконечность, потому что невозможно перекинуть мяч через сетку так, чтобы другой человек его не поймал. Вот. Волейбол это, ну, нормальная состязательная игра, она мне просто не нравится, потому что она у меня не получается. Когда мы говорим про гандбол, да, ну, например, еще есть регби. В регби разрешены силовые приемы, так сказать. Когда мы говорим про гандбол, в котором тебе разрешено держать мяч в руках, когда я держу мяч в руках, вы у меня его не отнимете вообще никак. И все. И ничего вы с этим не сделаете. Вот мяч у меня в руках, и ты ничего с этим не сделаешь. Вот собственно проблема гандбола. В баскетболе чуть-чуть эту проблему решили тем, что тебе постоянно надо бить мячом об пол. Там тоже есть проблема с тем, чтобы этот мяч отобрать, но все равно ты стучишь мячом об пол и как минимум есть в этом проблема, что ты рано или поздно упрешься в защитника и у тебя этот мяч куда-нибудь отскочит. Вот и проблема с этими видами спорта. Гандбол это самое сране из всех игровых видов спорта. Но есть еще водное поло, но там вода. Там есть свои нюансы. Ты не ответил. Веришь Макеева в роли ЦЗ в основе на постоянке? Верю, Макеев классный центральный защитник, но для того, чтобы быть ЦЗ на постоянке, нужно продать Пабло и Мурило. Сейчас Мурило это Макеев на максималках. Но Макеев шикарный не знаю там человек, который может универсально хорошо сыграть на многих позициях. Центральный защитник, опорник, восьмерка, как ни странно. Так что у него будущее в Локомотиве точно есть и на ЦЗ я его с удовольствием бы увидел в матче с Зенитом, но, к сожалению, нету восьмерочки, нету опорников у нас. Хотя вроде как хорошо укомплектованная позиция, как мы знаем. можно даже рыбу сюда поставить. Динамо может стать чемпионом страны и еще вопрос Краснодар даст бой Зениту. Сможет ли Динамо стать чемпионом страны? мне кажется пока еще нет. Пока еще не хватает запаса прочности, пока у них есть серьезные проблемы и Макаров не решит эти проблемы. Макаров хорош, если бы системно-фундаментальная игра у Динамо хорошо клеилась и нужно было еще какой-нибудь яркий изумруд на поле. Но пока есть системные проблемы. Тюкавин это хороший центр-форвард, но боюсь, что одного его с Клинтоном НЖ тяжеловато будет взломать оборону нормальных команд. Что еще? Что еще? Что еще? Что еще? Краснодар даст бой Зениту? Да, конечно, Краснодар даст бой Зениту. А как иначе? Только Краснодар же не играет а играет завтра в 5 часов Зенит-Краснодар но я, к сожалению, не смогу этот матч постримить. Но Зенит сейчас нехорош Зенит точно нехорош и Краснодар сможет противопоставить им свои качества. Форвард который будет забивать хотя бы половину своих моментов как тебе Жуау Марио в матче Спартака? Жуау Марио классный Жуау Марио на позиции там, где ему привычно играть в центре где через него идет игра Жуау Марио нормально придерживает мяч нормально пасует нормально двигает его ну вокруг еще и партнеры которые тоже понимают в какой футбол играть как с Жуау Марио играть у нас Жуау Марио это был нападающий или левый полузащитник левый атакующий и здесь конечно Жуау Марио был абсолютно неэффективен и пользу конечно приносил не без этого но никаких мыслей о том чтобы выкупать этого игрока за 18 миллионов евро не возникало может быть если бы он играл у нас вот таким вот центральным полузащитником в системе в которой мы постоянно контролируем мяч или по крайней мере через короткий пас регулярно атакуем может быть Жуау Марио и у нас бы показывал такой же высокий уровень как и там что на твой взгляд погубил Дриуси Сергей Богданович или лентяем оказался или что-то третье ты ведь ранее сказал что Питеру свойственно строить игру вокруг таких как тот же Дриуси не в смысле Питер строит игру вокруг начиная с Манчини Питер строит игру на то навесить на Дзюбу а Дзюба бы скинул мячи Азмуну и вот эта тактика у них заходила и в этой тактике нахрен не нужен такой футболист как Дриуси поэтому Дриуси сидит на скамейке как только что-то с этой тактикой у Зенита не работало Дзюба в плохой форме или навесы не шли они выпускали Дриуси и Дриуси им затаскивал вот эти вот периоды плохой формы Дзюбы вот сейчас Дзюба находится в плохой форме а Дриуси убрали вот я верю что вот в этот период Дзенис сейчас будет терять очки хотя придет Клаудиньо и возможно будет затаскивать так же как затаскивал им Дриуси то есть это исключительно тренерское видение того как играть в футбол зачем Манчини покупал Дриуси для того чтобы навешивать на Дзюбу я не знаю Дриуси это совсем про другое привет супа нерди как тебе дебют Е2 дебют Е2 мне понравился для человека который там две недели тренируется в этом году в этом сезоне для человека который впервые за долгое время увидел искусственное поле для человека который вышел в меньшинстве мне едва и понравился нужно прибавлять прежде всего прибавлять в введение единоборств понимание того куда пасовать партнером как пасовать партнером но мне понравилось я увидел нужные качества этому локомотиву видел ли Захаряна по молодежке на самом деле не очень часто не очень много да практически могу сказать что толком и не видел его но про него с того момента как он приехал всегда ходил вот этот вот орел славы что у Динамо 2003 есть шикарнейший Захарян потрясающий Захарян там есть Захарян он снова забил и все такое ну есть и есть меня Динамо интересовало постольку поскольку ну я смотрю периодически хайлайты в молодежке наверняка видел как он забивал голы но то что его фамилия там с 2018 года точно совершенно мелькала во всех списках сборной России сборной Москвы мы его в каждую там каждый год сборной Москвы хотели вызывать но каждый раз Динамо просила типа давайте не будем загонять парня у него там еще сборная России и международные турниры и то и пятое и десятое и мы всегда шли навстречу поэтому Костя Тюкавин у нас играл в сборной Москвы есть у меня есть коллекция фотографий с Костей Тюкавин а вот Захарян по-моему так ни разу и не доехал ну говорю вот по Захаряну всегда среди тех кто хоть как-то интересуется детским футболом всегда вот с момента его приезда было вот это вот что вау вау посмотрите на Захаряна кто по молодежке смотрелся круче чем Кокорин Кокорина в молодежке не было вообще он сразу из школы прыгнул в основу Динамо поэтому я тебе не могу сказать кто по молодежке смотрелся круче чем Кокорин а школьного Кокорина я не видел вообще по-моему Дзюба при Мончине не играл там вроде Кокорин играл может быть может быть может быть ну собственно ладно я уже забываю это видимо Луческ устроил уже игру на весь на Дзюбу а у Дзюба с Мончине не срослось что касается Динамо видимо франшизе назрели те времена когда хоккейный клуб идет вниз а футбольный наоборот оживает ахаха это твоя фраза король молодежного футбола моя фраза про Кокорина король молодежного футбола не знаю мне что-то в последнее время много приписывают разных фраз которые я даже не представляю в каком алкогольном угаре я мог бы сказать Кокорин не играл в молодежный футбол вообще Кокорин сразу попал в Динамо и играл на взрослом уровне с 17-18 лет Кокорин раздолба я пытаюсь понять контекст в котором я мог бы такое сказать он просто очень расслабленно относился к своим возможностям и никогда не выжимал из себя 100% даже не напрягался на поле кто был самым-самым вот по молодежке кто вот меня впечатлял больше всего Алан Гатагов безусловно меня очень впечатлял по молодежке прям всегда была уверенность то что Алан Гатагов это будущая звезда Менченков с Горианом конечно два шикарнейших футболиста которые Гориан просто забивал 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 из любой позиции обыгрывал забивал из любой позиции бил по мячу они залетали Менченков при своем росте был очень координированным и умным парнем вот они наверное но это старые времена в новых временах всегда был без ума от Галанина но он к сожалению получил травму кто у нас был еще самым-самым так сложно сказать больше прям вот прям вот именно ярких ярких супер крутых футболистов так особо и не вспомню ну Саша Ломакин так не только свои а я чужие молодежки то и не смотрю мне это не особо интересно у меня фамилия не откладывается что-то вырастет что-то вырастет мне он не знаю мне он нравился а не вернулся в Спартак 2 был в армянском но не знаю зачем вернулся в Спартак 2 даже уже 74 минуты отыграл ну может быть еще что-нибудь получится 19 лет я думал что он в Армению с концами уехал если честно 4 матча провел одну голевую отдал блин мне всегда очень нравилось ну тоже травмы тоже постоянно какие-то такие вещи да и не вырос вон я смотрю рост у него метр шестьдесят пять кто еще мне нравился 97 98 99 год 2000 ну по 2000 Умяров Умяров тоже моя главная любовь наверное была по 2000 году но у него все получается он сейчас в Спартаке он выигрывает конкуренцию у Крала его тренер позвал который в Спартаке 2 был окей окей Умяров потрясающий игрок который ну такой универсал без особо слабых мест мне очень нравится вызовут ли Умярова в сборную России ну у Карпина спрашивайте как мне кажется стоило бы но он даже в молодежке не был основным то есть он у тренеров котируется по разному 2001 год много ярких футболистов я наверное Севикяна очень сильно высоко котирую но сейчас он вроде как в Леванте его вроде как не взяли сосновой очень жалко какой самый лучший защитник лока за все времена самый самый лучший самый один просто вот единственный который самый самый лучший не знаю сложно сказать ну вариантов правда очень много чугайнов это осетяни это черлука безусловно но как одного самого лучшего достаточно ли локомотива на позиции ЦЗ Мурила магии едва и можно ли при наличии этих трех продавать Пабло я бы не стал ну при том что ну у нас три легионера на позиции центрального защитника ну наверное я бы не стал пока я не вижу что мы легионерские места используем на полную катушку что можно кого-то продавать и освобождать легионерское место потом впоследствии когда-нибудь да но сейчас я не вижу в этом никакого смысла давай мы сначала купим двух центральных полузащитников на два имеющихся места затем продадим Зелуиша и купим нападающего на его место а вот затем подумаем а нужно ли нам три центральных защитника легионера или от одного можно избавляться это будет через год когда продать Пабло через год когда ему 31 год или например Мурила в 25 лет с повышенной стоимостью будет гораздо более разумно а сейчас у нас есть Мурик сейчас у нас есть Едвай который универсальный правый-левый центральный защитник и Пабло который может забетонировать центр обороны если нас будут давить слева заиграет надолго в сборной Технезян или Самошников ну Самошников ближе к этому я думаю что Самошников сейчас будет основным левым защитником у Карпина Технезяну ну нужно сильно прибавить для того чтобы стать кандидатом в сборную России может может стать кандидатом в сборную России но Самошников здесь и сейчас уже готовый футболист для сборной а Технезяну предстоит стать не знаешь чем занимается Миша Лысов в Академии но опять же когда я полторы недели назад спрашивал он ничем еще не было известно чем он будет заниматься еще был июль и люди в Академии сами толком не знали он будет скорее всего помощником тренера в одной из детско-юношеских команд какого-то возраста может быть начнет прям с детей да 10-летних 12-летних может быть начнет со взрослых будет помогать какому-нибудь прям вот умудренному опытом тренеру какому-нибудь Камневу не знаю не знаю как будет возможность обязательно спрошу но это будет чуть ближе к концу августа Технезиан способен играть полузащитника в локомотиве есть ли в этом смысл полузащитника он играть способен но в локомотиве в локомотиве Николича нету ситуации вот уже год как при которой у нас есть крайний полузащитник взрослые его слушать не будут он ассистент и слушать его будут потому что он игрок профессиональный который только что завершил карьеру его будут слушать и более того он будет лучше понимать психологию это нормальная история очень много молодых тренеров сначала вот идут помогать на 14-15-летние возраста да потому что они сами только что из этого возраста и сами они лучше понимают вот именно психологию вот этого возраста а не детей на детей вот как раз как ни странно нужно очень серьезно учиться чтобы понимать что нужно детям а взрослых можно ну ты им дал мяч ты им показал упражнения показал фишечки и взрослые работают к детям нужен подход детям нужно понимать к чему ты конкретно их собираешься учить как ты их собираешься учить с детьми гораздо все сложнее вот про Технезиана Локомотив Николич не играет с крайними полузащитниками у нас все полузащитники это очень центровые ребята а края освобождены для крайних защитников это уже очень долго длиться чтобы можно было понять что это принцип игры по Николичу что полузащитники они очень центральные а края бровка отдано защитникам и в этом плане ну зачем Технезиану играть в центре если он может играть защитником наш нагельсман ну для нагельсмана ему нужно пройти большой путь да ему нужно лет 5 6 7 потренировать пройти все ступени обучения и выйти сначала на какую-нибудь молодежную команду и потом уже из нее выйти в главную ну а вот у нас например сейчас есть помощник в молодежной команде Сергей Ефимов Сергей Ефимов который которому сейчас которому сейчас 33 года 33 года да он уже достаточно долго тренирует и вот он как раз прошел вот с этих вот низов от помощника тренера в какой-то команде Локомотива 2 до самостоятельной работы с командой Локомотива 2 сейчас он помощник у Мишаткина в молодежной команде первый вот помощник 33 года вот Ефимова можно уже называть нашим Нагельсманом не знаю я как он какой он тренер и все такое но вот путь такой говорят что если привезут молодого немца тренера то этот будет тренер молодежки что про него думаешь я не знаю что это за тренер и кто про это говорит я ни разу такого не слышал но я твердо убежден что Федорова надо снимать и как можно быстрее потому что команда деградирует Кунц нет Кунца вряд ли привезут молодежку Кунц крутой слишком для того чтобы тренировать Казанку привезут из какого-нибудь немца из какого-нибудь молодежной команды Байера из какого-нибудь молодежной команды Зальцбурга и так далее а в основу тренера молодежки Германии это имеешь ввиду господи формулируйте проще я не верю в эту историю и Кунц как тренер не про результат в долгую и в принципе зачем вдруг почему Кунц да это тоже как мне кажется совсем не рангниковское назначение есть много молодых немецких тренеров которые выпускники вот этой немецкой школы как Тедеско как Нагельсман как Тухель он возьмет его и поставит в локомотив ему вообще насрать будет вот сейчас Зальцбургом руководит 33-летний немец не помню как фамилия который был тренером сначала молодежной команды Зальцбурга Ю-18 команды до этого помощником и так далее ну то есть вот это вот история про рангников он берет какого-то тренера молодого чисто под его чтобы можно было из него вылепить что-то качественное и ставит тренером Кунц это уже достаточно взрослый человек со своим абсолютно мироощущением которое не совсем совпадает с тем что хочет рангник зачем ему это он его уже не переделает веришь в слух по молодому французу который скинули сегодня нет вообще не верю матч справится в Лейпциге ну почему нет почему нет Лейпциг это уже больше про ну какие-то такие мотивационные штуки там не нужно обучать людей играть футбол чему я не очень верю у Марша да а то что он может нарисовать там схему на столе и мотивировать футболистов по ней играть ну наверное Марш может я почитал его интервью ну такой нормальный тренер опять же очень сильно в него рангник верил все все спасибо реально очень устал реально очень уже хочется оффнуть спасибо большое что посидели результат с Уфой не должен вас сильно нервировать давайте готовиться к Зениту если обыграем Зенит то сегодняшняя ничья с Уфой была необходимым злом будем надеяться на это у нас есть 9 дней отдохнуть привести себя в порядок купить двух центральных полузащитников продать за Луиша купить одного нападающего выйти и наказать Зенит по моему план достаточно простой и легко исполняемый так что можно приступать все спасибо всем пока сейчас мы еще пойдем кому-нибудь на рейд судя по всему этот кто-нибудь у нас будет усачман потому что других стримеров не стримит жем насколько я слышу не стримит нерди уже явно не стримит но остается усач мэн у него кооперативный день если хотите поиграть в Star Wars Battlefront милости просим а если не хотите можете просто отменить рейд и уйти я на вас не обижусь не borders риск нерди на интерь н ψ Продолжение следует...